Информационная служба телерадиокампании Гомель протягивает свою работу в эфире. У студии Наталья Игнатенко. Витаю вас. Чарговым этапом подрихтовки до 5-го Усебелорусского народного схода стал областный семинар идеологичного актива Гомельщины, який отбылся сенья. Головная тема встречи Беларусь в контексте глобальных грамадско-политических тенденций. Пляцовкой ее обмеркования стала областная универсальная библиотека имя Ленина. До речи ранее подобная встреча пройшла только в Минску. За областных же центров Гомель по Кулядзины, где отбылся такий семинар. Организаторами выступили областная организация республиканского громадского объединения «Белая Русь» и «Гомельский облывы канкам». У леку запрошенных – идеологи, керавництва райвы канкамов, журналисты, навыковая громадскость и многие другие. Усяго около 130 человек. Особливые гости – делегаты, якие представят Гомельщину на Усебелорусском народном сходе. Кожный из них выказал свой пункт гляджения об тем, какие питания у развития нашей краины потребуют особливой уваги. Для того, чтобы быть готовым к этой работе, необходимо на определенном уровне поднять свои знания, навыки. С этой целью мы пригласили представителей Национальной академии наук, для того, чтобы рассмотреть вопросы положения Беларуси в современном мире, те тенденции, которые происходят с нашей страной, для того, чтобы делегатам, да и просто жителям страны, которым не безразлична сегодняшняя ситуация, быть готовым к предстоящему событию. Так само на семинары подвели выники областного этапа республиканского конкурса молодых журналистов «Золотое перо Белой Руси». Для удела им поступило коля сотни работ по трех номинациях. Лепше из лепших у гэты деня трымали памятные подарунки и дипломы. Чарговая, 17-я полику сессии областного совета депутатов отбудется 9 червеня. На разледжение вынесено пытание об затверджении списов народных заседателей судов Гомельской области. Регистрация депутатов и усих запрошенных будет проходить с 9 до 9.30 у фойе Великой Залы Абловы Конкама. Гомель признаны левшим областным городом Беларуси по санитарным стане и доброупорадкованне. Отзначим, что такого поспеху город надсожим досягая не упершиню. За перемогу у республиканским агляде конкурсе санитарного стана и доброупорадкованне сирот городов областного подпорадкованне и города Минска Гомель узнагороджены переходящим вымпелом. Сирот иншага специальным посвечением и грошовой премии у помиры 8 тысяч базовых величинев со сродка у республиканского бюджета. Переможцами у своей категоры так само стали Наровля и Ельск. Сегодня у Гомеля начали працаваць и здравленчая лагеры и лагеры працы и отпочинку. План отповедных мероприемства у специалисты отдела аддукации, спорту и туризму Гомельска Гагарвы-Канкама начали рыхтовать яща напраканцы минулого года. Сгодно с ним селета на территории города надсожим будут деничать больше 230 оздравленчих лагеров. Их наведвальниками станут 8 с половой тысяч школьников. Про то, как беспечные с корыстью провести свой вольный час на летних каникулах высветляла наш корреспондент Вероника Ворошелина. Не глядяши на час летних каникул, у стенах середней школы номер 22 города Гомеля доволи шматлюдна. Тут собрались и наставники, школьники и представники субъекта профилактики, кабу расисты открыть оздравленчую измену. Для кожного лагера продугледжена назва, имн, аголовная профиль дейнасти. Так селета у Гомельской середней школы номер 22 их будзе працаваць адрадутры. Лагер працы и отпочинку, оздравленши и межшкольны, военно-патриотичны на кераванности. Дарыча опошний выкликау наибольшую текавостью подлетков. Было немало ожидаючих трапить сюды. Заявки на удел подавали школьники зусяго советского района. У вынику были одобраны лепши из лепших. Дети, які проявили себе на районных споборництвах, або у громадянско-патриотичных акциях. Зараз у межшкольным лагерам военно-патриотичны на кераванности их чекает насыщенная тематичная программа. Мы будем сотрудничать с воинской частью 55-25, где для учащихся пройдут показательные экскурсии, показательные выступления солдат, выставка оружия и спортивные соревнования. Также у нас запланирован цикл мероприятий на базе учреждения образования «Центр допризывной подготовки», где на протяжении трех недель наших ребят будут готовить для участия в военно-патриотической игре «Зарница». В рамках данной игры ребята смогут проявить себя как знатоки истории нашего государства, проявить себя в военной подготовке, в медицинской подготовке и в пулевой стрельбе. А в середней школе номер 29 города Гомеля одразу после урочистых открытия лагерной змены приступили до оздоровленных занятков. Спортивные эстафеты, рухомые огульни, займальные физичные практикования. Приоритетными на прамках идейности Гомельской середней школы номер 29 з'является пропаганда здорового ладу життя. Только у первую лагерную измену оздоровления и активный отпочинок тут пройдуть больше, как 100 детей из разных школ и уночного района. А кроме этого, у стенах установы адукации будут дейничать лагеры працы и отпочинку, где нарушенцы смогут не только с корыстью провести свой вольный час, а и заработать гроши. Треба отзнашить, подобные горты зараз являются по-собливому за потребованными. Меж тым дейность лагеров працы и отпочинку привабливая не только подлетков. Батьки так само текавятся и мкнутся накеровать своих детей, минавито у них. В нашей школе организован лагерь труда и отдыха, где занимаются две группы. Одна группа будет заниматься в школе, на базе школы, которая будет выполнять работы, связанные с благоустройством территории школы, это полисадники. Следующая группа будет заниматься в межшкольном оздоровительном лагере на базе школы-интернат поселка Гостюковка, где дети будут, это девочки, которые будут работать в швейных мастерских. Ребята, кроме того, что они будут участвовать в трудовом лагере, получат трудовые книжки и, естественно, свою первую зарплату. Поэтому многие родители заинтересованы в том, чтобы дети принимали участие в таких трудовых лагерях. У целом, все лето на территории Гомеля будут дейничать больше 230 оздоровленших лагеров. Плануется, что их наведывальниками станут 8,5 тысяч школьников. Оздоровленшие лагеры будут вести работу по 16 на керунках. Кожный школьник сможет обрать для себя без занятки по интересах, бо ни одно дитя по 6-летних каникул не повинна застаться без уваги. Вероника Ворошилина, Михаил Рабкову, телерадиокампания «Гомель». У храм святого пропадобного Серафима Саровского, який находится в Жлобине, доставлены в образ иконы Божьей Матии Скаропослушница, написаны у 19-м ста годзі. Великую працу по рестаурации святыни провели у Нижегородской метрополии. В образ одновили, выкарстовываючи складанные старожитные технологии. Первый узор иконы Божьей Матии Скаропослушница находится у монастыры на святой горы Афон. Часы ее написанні прикладно относятся до 10-го ста годзі. У храм святого пропадобного Серафима Саровского передадзіны удар да кладны аналог іконы, написаны у 19-м ста годзі. Старожитный цудотворный образ закликаны допомагать людям, які щиро про гэта просить. Монастырская падань не каже, что некалі трапезар Нил, проходзічы у трапізну с запаленой лучынай, пачоу ад іконы Божьей Маті голос. І он закликаў яго больше не ходіць тут і не задымляць образ. Манах падумав, што гэта жарт і не надав значэння гэтаму знаменню звыш. У худким часі ён стратіў зрок. У горким раскаяннім малівся Нил перед иконой Божай Маті. І затем знову пачоу дзівны голос, які поведаміў яму ап прабачэнні і вертанні зроку. Аднак загадаў абвістіць ўсёй браті. З гэтай пары будзе называцца ікона Скарапаслушніцэй. Усех, хто зверніцца да іе, трымаць Божую ласку і прабачэння. Людзі і сёння шыра вераць і спадзяюцца, надапамогу цыдотворных абраза іконы Божай Маті Скарапаслушніцэ. Вона на то і называцца Скарапаслушніцэ. І все, каждый чэлэк, каторый будзе просити с чистым сірцем и от душі. Мастер Божа всегда помогаў. Думам, што наш образ прославеца ещё. У Октябрскім районі з'явіўся яшчээ дзін аб'ект культуры. У вёсцы Кавалі адкрыўся прыватны музей «Чароўны Скарб». У двюх вязковых хатах размястіляся прилады працы и быту, и ке супроводжали мясцовых вязковцев на протягу некольких ста годзил. З экспозиции ознайомился Алексей Нтероу. Усяго 6 километров от городского поселка Октябрьский и вы увезли к кавале по письмовых крыльницах, и она ведомая с 18-го ста годзил. Еще на початку Великой Ачины тут проживало больше 600 человек. Сегодня не засталось и 100. А тому и даю мясцовые джихарки Марии Мухиной створить у кавалях музей сельского побута вязковцы подтримали. Правда, некоторые зацпанатов с часом пришли у Такистан, что для их обновления пришлось и проводить специальные реставрационные работы. Кажется, что так просто. Даже отстирать вот эту вещь, ее же стираешь только ручная работа с содой. И не один раз, 5, 6, 7. Если уже там не получается сохранить ее как простыня или там что-то еще, тогда я уже в рамочку беру хоть кусочек, показать людям, что они принесли, что сохранила я память, чтобы было. Головная задача музея Чарлоны Скарб покинуть молодшему поколению память про тое, что зникая традиционную белорусскую вёску, прорады праца и быту господа Раси Леонидом. Еще некакие 10 годів тому, у сёг это можно было убачить практически у любой хати. А сегодня уже нечится, а мать, что раритетам, хоть и есть тут и сапоруды редкие экспонаты. Один из самых старых экспонатов, Жаноча Сукенка, такие носили жанчины подчас кормления маленьких дзятей. Гэта экземпляр выраблены больше 300 годов тому. Такой вопроткой сёня можа похвалиться далёко не кожная этнографичная коллекция буйных державных музеев. Сёня сиротноведовальникам музея Чарлоны Скарб жахары Беларуси, России, Украины, але найбольш частые наведовальники жахары района, які приходят сюды целыми семьями и обовязково рассказывать об музее усім гостям. Мы часто бываем на экскурсиях, там проводим мероприятия разные, интересные. Как выходим туда, так она сюда приходит. Очень много интересных. Засновальник и владальник приватного музея Мария Мухина каже, что зараз разносайдых речев назбирался стойки, что можно открывать ещё одну экспозицию. Стремливое одно – хата под яей есть, але она под рабою ремонту, своими силами не справится. А покой гэта проблема чакая своего ворошения, жанчина разум с родными посадила у вёса каля 500 дреу. Куреччя гэта таксама свайсабливый музей, у яким заховаеца память об сучасном покаленні. Планируем щас посадить алею каштанов, уже подращиваем каштаны, и будет алея, вот одни каштаны, будут по обе стороны, шоб можно было проехать, посидеть. Ну я думаю, я не вечно, а когда-то память должна остаться. Олег Сентяров, Юрген Накеенко, телерадо-компания «Гомель», Октябрьский район. У Гомель отбыліся чемпионаты, першинство Гомельской в області повеславанні на байдарках і каное. На водах Гомельского веслярнага канала у рамках чемпионату змагаліся юнаки-дзяучаты от 16-ти годов і старый. У першинстві удзельничали юнаки 2001-2002 гадоу народження. Подробязністі у наступному матеріалі. Усягу з поборніствах прималі у дзіл 160 шалавек, які проставілі 7 зборных команд. У програмі заїзды байдарок і каное одіношок і двояк на 200, 500 і 1000 метров. Обласні старты традиційно попереднішили з поборніствам більш високага узровню. 18-21 іюня состоїться спортикиадо республіканських шкільників. Вот поэтому цей возраст ми хотим просмотреть, отобрати команду для участия в учебно-тренировочному зборі і підготовці к цим соревнованням. Поэтому вот такой возраст младший. Чемпіонат Беларуси состоїться 8-11 іюня, поэтому також цей хотим просмотреть команду, которая буде представляти нашу область на Чемпіонаті Республіки Беларусь. Варт отзначить, тренерський штаб національної команди задоволіни подрастаючим резервам і оцениваю перспективи ця першній молоді доволі оптимістична. Яшчеп, баги із гэтых спортсменів уже отшули смаг перамоги і вагу медалів на споборніствах самага високага узровню, таких як Чемпіонаты Європи і Свету. І хай пакуль тільки юніорських і молодежних. Дарайші не за харами, чарговая проверка боям. Ну, на них, да, какая-то возлагається надежда, потому що очень ответственный старт в этом году буде у нас в Мінскі. Чемпіонат Мира пройдет среди юніорів і молодежи до 23 років 28-31 іюля. До цього буде Чемпіонат Європи. Він пройдет в начале іюля місяця в Болгарії, в місці. В місці Пловоді. Тому зараз планирується на Чемпіонаті Республіки Беларусь просмотреть именно возраст молодежного, до 23 років. У юніорів буде своє чемпіонат, верні, перенство буде сразу проходить проходить после Чемпіоната Республіки Беларусь 14-17 іюня в городі Мінскі на грибному каналі Заслав, де буде, скажімо, просмотр, отбор команди юніорської до 18-ти років спортсменів, які і будуть представляти нашу Республіку на Чемпіонаті Європи. Соправді, можна констатувати, що нашим славутим діючим олимпійцям подрастає достойна зміна. Наприклад, 19-ти годовий Максим Зайців майстер спорту міжнародного класа. На його рахунку вже є сребро юніорських чемпіонатів Європи і світу. Вось і на обласних споборністях він знов потвердив свій клас, навіть не глядяши на не зручний для його ветер. У кожного є свій ветер. Комусь легче так, комусь легче так. Мне легче, коли без ветра или проти ветра легкого. З Георгієм Анікіным, мастером спорту міжнародного класа, пройшли двойку. 1000 метров і 500 метров. Стали чемпіонами. У командным же заліку лідіровали Мазирані. Другое місце у Рогачова замкнули тройку господарі з поборністів гам'яльчані. Сергій Нігеревич, Дмитрий Котов, Максим Славін. Телерадиокампанія Гоміль. ГТ, а так само інші новини, ви можете знайсці на нашім сайті у інтернеті. По адресі www.tvrgomil.by На гэтым випуск завершен. У студы працавала Наталі Ігнатєнка. Мы сочым з развіцьом падзею Гомілі і в області. Заставайтеся з нами.